И сегодня у нас в студии Валерий Токмаков, во-первых, в своей профессии мультипликатор, который знал Сашу хорошо, снимал Сашу и, наверное, больше чем Валера, вряд ли кто-нибудь может рассказать о нем. Да, даже не вяжется как-то и в голове не выкладывается, что Саша ушел на 57-м году жизни. У него были проекты новые. У него было очень много проектов, он был задействован в проекте Гора Самоцветов, уже премьера шла по Первому каналу по всей стране. Я с ним общался совсем недавно по телефону, с ним говорили, и у нас были тоже некоторые проекты, связанные с анимационным кино. Для меня с его уходом просто оборвалась нить, вот нить, которая меня связывала с тем временем, с нашей молодостью, с нашими... Мы вместе работали, да, мы работали вместе на студии с 82-го года. Он пришел к нам в 82-м году, и это на телевидении 69-го. А он пришел в 82-м году, я помню очень хорошо, когда он появился в этих Останкинских коридорах, высокий, кудрявый, из Киева. Ну, естественно, когда его взяли в студию, вдруг взяли нашего ровесника, мы тогда были мультипликаторы, и мечтали о режиссуре, и вдруг берут нашего ровесника из Киева, и ему сразу дают режиссерскую ставку. Ну, естественно, тут же интриги, сразу же какие-то подозрения. Вот. Ну, видно, просто так не давали. Ну, конечно, да. Вот, а потом уже стало понятно, какого уровня пришел художник. Он уже работал в мультипликации, он работал на Киевской студии и уже принимал участие во многих фильмах. А тут он появился и вдруг сразу уединился в комнате с группой, он пришел с Игорем Ковалевым, своим другом тоже, мультипликатором. Они уединились в комнате, туда постоянно приносили пластилин, что-то там все время колдовали, а на студии все время шептали, что-то там вот этот молодой из Киева творит, а из монтажной когда наносились звуки. Карты нету. Обрывки, да, там то карты нет, то там хрюка нету, и вот эти вот, а может, а может, а может. И все, значит, ждали, что же он сделает. А Ириона Степана, это же тоже его в дальнейшем. А вот этот как раз работал на Пластилиновой вороной. Это первый фильм, который он сделал у нас в студии. И этот фильм просто взорвал всю сонную нашу анимацию того периода. То есть его можно... Рисованную. Рисованную перекладку и купленную. Вот были три как бы техники, в которой работала вся страна. Его можно сравнить, наверное, с Хитруком, который в 60-м году взорвал Союзмультфильм своим фильмом «История одного преступления». И успех был ошеломляющий. То есть сразу же песню подхватили, сразу же заговорили о пластилине. Вот. Ну, а, естественно, завистников стало больше. Тогда, по-моему, после него сразу несколько каких-то фильмов пластилиновых появилось. Да, уже попытки были сделать пластилиновые фильмы. Да надо сказать, что Саша не открыл пластилин. Он просто его использовал совершенно в другом направлении. Ведь первый пластилиновый фильм сделал Патушко фильм «Новый Гулливер». И вот все вот эти человечки, которые, они были из пластилина, которые там играли. А Саша сумел пластилин, его способность вот трансформации из одного образа в другой использовать по назначению. И использовал вот эту динамику хорошую, песню на слова Эдика Успенского, Гриша Кладков, про Ворону, который написал. Вот эту динамику. И всех это просто ошеломило. А тем более, в общем-то, он использовал, он сделал очень короткие сроки. Почему? Потому что он использовал технику, так называемую, обратная съемка. То есть они лепили, допустим, какой-то образ, фигуру, а потом под камерой разрушали, разминали и перетекали в другой образ. А когда опускали впрямую, то на экране было ощущение, что вот создается вот этот образ из какого-то хаоса. И этот фильм, конечно, был... Конечно, этот фильм сразу завоевал симпатии. Ему дали сразу же другой фильм. Этот фильм назывался «Падал прошлогодний снег». С Садальским, который озвучил вот этого Сепеляющего. Мы вместе с ним работали на фильме «Обратная сторона Луны». И здесь опять Саша не стоял на месте. Он нашел новый метод в рисованной анимации. Он использовал при заливке этих героев гуашь. Тогда, я помню, нам на студию привезли голландскую гуашь. По тем временам это был такой дефицит. Ему на фильм дали несколько коробок, и все художники ходили и завидовали. И, помню, писали докладные главному редактору, что как же так? Вот татарскому дают, а нам не дадут. Вот. И этот фильм тоже имел огромный успех. Я на этом фильме вместе с ним работал. Когда мы ближе познакомились с ним, я понял, что действительно имею дело с настоящим творческим человеком. Ну, а любой талантливый творческий человек, он неудобен. Он неудобен в жизни, он неудобен в коллективе, потому что у него есть свои требования, свои нормы, свои критерии. И, конечно, у Саши было много завистников. Он сделал свою студию все-таки? Он сделал свою студию. Это был 1988 год. И надо сказать, что я тогда был уже директором студии анимационных фильмов. И он был один из инициаторов, который предложил мою кандидатуру вот на эту директорскую должность. И я практически с первых дней его поддерживал и старался его отделить от той студии рутинной. Я помню, рядом с телецентром были такие помещения, дома, где располагались различные технические службы. Я добился несколько комнат. И вот в эти комнаты переселил его вместе с его группой. И это был период, когда создавался фильм «Следствие ведут колодки». А потом он один из первых открыл свою первую независимую студию, которая называется до сих пор «Пилот». И опять я тоже здесь принял большое участие в организации этой студии. Я очень хорошо помню, как в конце 90-х в Москву приехал Рой Дисней. Это племянник Уолта Дисней. А мы тогда с Наташей делали серию программ о мультипликации для молодежной редакции, для киноредакции. И мы снимали Рой Дисней. И вот на одной съемке я предложил Рою Дисней открыть студию, которая только что зарождается, в студии «Пилот». И у меня в Москве эти материалы, они лежат в музее кино. Отснятые кадры, как Рой Дисней приходит в студию к Саше Татарскому, приносит бутылку шампанского. И возле мультипликационного станка эту бутылку разбивает. Все мы там молодые, все мы там энергичные. Строили многие планы на будущее. Потом Саша понял, что помимо творчества ему нужно заниматься административной работой. Потому что вся практически работа административная легла на него. Он помимо как художественного руководителя очень много занимался вот этой рутинной работой, связываясь с чиновниками, с администрацией, решая массу проблемы, вопросов. Конечно, это отнимало и время, и здоровье. Вот, поэтому... И пришлось его снимать и здесь. Он приезжал к отцу, отец его был здесь. Да, надо сказать, что вот как у нас с ним сложились отношения, и было, можно сказать, с первого дня ясно, что они никогда не прервутся. И вот доказательство того, вот совершенно вот тесен мир, или как говорят, прослойка тонкая. Когда я попал в Канаду сюда, то один из первых звонков, которые я получил, я получил от человека, который спросил меня, вы из Москвы? Я говорю, да, а вы работали на центральном телевидении, в мультстудии. Я говорю, да, я там работал. Но вы должны знать Сашу Татарскую. Я говорю, что значит знать? Это мой товарищ, с которым я много работал. А это был папа, Михаил Семенович Татарский. И вот с тех пор мы с Михаилом Семеновичем Татарским подружились. Потом я очень хорошо помню, как собирал Михаила Семеновича в Москву. Он давно не виделся с Сашей. Он его очень любил, очень ценил, очень гордился тем, что Саша добился в анимации. Потому что Михаил Семенович сам много лет проработал в мультипликационном кино. Он писал сценарии. Он писал репризы для таких клоунов, для цирковых клоунов, как Никулин, Карандаш, Олег Попов. Был удивительный. Ты помнишь? Был удивительный, да, добрый, беззащитный старик, который... Я приехал, он уже с ним много общался. Удивительный человек. Да, удивительный был человек. И он поехал в Москву. Я его привез в аэропорт, а перед этим увязывал веревкой, которой он сам подобрал, крепкую бечевку, ему чемодан. Он приехал в Москву, и Саша развязывал этот чемодан. Он говорит, кто же этот чемодан завязал? Говорит, это твой друг завязал, Токмаков. Говорит, как так? Говорит, Валера в Канаде, мы с ним дружим. Ну вот, и с тех пор мы стали... Как бы возобновились наши отношения, мы стали перезваниваться. Вот. Потом Саша приехал сюда, когда Михаил Семенович тяжело заболел. Он не отходил от него. Я всячески старался его здесь тоже поддерживать и помогать. Вот. Потом Михаил Семенович скончался. Саша уехал, но мы продолжали с ним поддерживать отношения. Я часто приезжал в Москву, и он меня встречал в аэропорту. Мы с ним договаривались о встречах в Москве. То у него на студии, то у него в строящемся доме на этой даче. И я попутно снимал. Я снимал материалы, совершенно не думая, что вот сейчас это станет уже вот таким печальным архивом. Надо сказать, что материала набралось довольно много. И я и Наташа, мы хотим сделать фильм. Фильм память о Михаиле Семеновиче и о Саше. Я надеюсь, что мы его сможем показать на нашем канале. Да, конечно, в первую очередь. Почему? Потому что это связано с Торонто, это связано с Канадой. И многие знают Михаилу Семеновичу. Я думаю, 9 августа провести вечер памяти и Михаила Семеновича, и Саше Татарского. Вот здесь в Бернер-Бэттл-центре. Я думаю, что многие зрители придут на эту встречу, потому что здесь, в этом городе, жил удивительный человек. Сын его, я имею в виду Михаила Семеновича Татарского. Это выдающийся режиссер, художник, мультипликатор. В самом сложном, пожалуй, жанре кино, мультипликации, самый сложный жанр. Если ты прошел мультипликацию, тебе уже не страшно ни документалистика, ни художественное кино, потому что набор мультипликационного фильма – это совершенно другой выделенный вес. Это совершенно другой мир. Это другие отношения даже между людьми. И я считаю, что вот те годы, когда я работал в мультипликации, это счастливые для меня годы. И надо сказать, что у нас были замечательные мастера. Это и я, и Саша, мы учились у Федора Селевича Хитрука, у Юрия Борисовича Норштейна. Это выдающиеся мастера. И я здесь до сих пор связан с анимацией, ты знаешь, отлично. В свое время я был приглашен в Walt Disney Company на проект «Аладин». Сейчас я преподаю в Сен-Эко-колледже на отделении арт-эн-техлон-эжи и я преподаю экспериментальную анимацию. И вот я встречался со студентами, и лекция была посвящена тоже памяти Саши Татарского. Очень печально и грустно говорить о Саше в прошедшем времени. Саше в прошедшем времени.